Всем привет! Буду с вами развешивать бельё, ну, или убирать, и поболтаем чуть-чуть. Расскажу вам, как там дела, какие вопросы про свой канал. Многие знают, что у меня есть канал на Телеграм-канале. И там часто, как бы, я делюсь прям моментами из жизни. Например, вот вчера я написала, ох, как, блин, всё это жёстко. И сделай математику, и русский язык, и литературу, и выучи стихотворения, выучи для контрольной по музыке. Ещё изложение напиши по русскому языку. Ну, изложение это для тех, кто не знает, как я это раньше, тоже не знала, что такое изложение. Читают текст дети, и потом они его должны пересказать. Но пересказать, как сказать, письменно написать то, что они читали. Сказка там, ну, на полстраницы примерно в книге. Дают шанс дома эту сказку несколько раз прочитать, чтобы улучшить свою оценку. Но у Кана, как сказать, ну вот он не такой человек или не такой ребёнок, который прочитал два раза и запомнил, и всё там в деталях пересказал. Он так не умеет. Поэтому ему приходится по двадцать раз читать вот эту вот сказку, чтобы хоть что-то запомнить. У меня были тоже такие проблемы раньше. Вот в школе, если я себя вот вспоминаю, думаю, то точно так же было и у меня. Мне всегда надо было всё зубрить. Ой, это было так трудно и вообще. Вот. Ну и как бы многие начали писать, так вот, дети должны сами домашнее задание делать. Почему вы это делаете? Ну, вы понимаете, что каждый ребёнок, ну, как бы по-разному, да? Когда даже Виктория ко мне приходит и говорит, вот, не понимаю это, не понимаю то, а ты начинаешь то ей помогать, то Вике помочь надо, то Кану помочь, Алисе помочь. Она вообще только в первый класс пошла. Если я пущу всё на сломотёк, будут одни двойки и тройки, потому что школа стала намного тяжелее, чем это было сорок лет назад. У меня мама учила домашнее задание с Каном. Когда мы переехали, мне пришлось на шесть недель уехать с Арочкой назад в Германию. А школа началась, я не хотела отрывать Кана от школы и потом опять, ну, туда-сюда мотаться, поэтому я его оставила тут. А сама Сарочка уехала в Германию, мне надо было ей переделывать визу, потому что виза была всего лишь там на три недели, а нам надо было на полгода её хотя бы сделать, чтобы мы успели сделать и оформить паспорт. Что я не додумалась открыть дверь, чтобы было посветлее тут, и меня было видно, не знаю. Вот. И она, получается, ну, около вот этих шести недель она учила с Каном вместе домашнее задание. И она говорит, это дети во втором классе изучают то, что... Я не знаю. Ты во втором классе? Нет, сыночка, ты на инженера учишься? Нет, папочка, я во втором классе. Вот примерно так. И новая программа, то есть учитель, он программу преподносит ученикам, объясняет один раз, ну, может быть, два раза, и всё. И если ребёнок что-то не понял, это не как было раньше там, в СССР, в Казахстане, у наших родителей, что объясняли пока до потери пульса, пока ребёнок не поймёт. Нет, не понял. Вот, Нати, репетитор, родители. Нет денег на репетитора или нету возможности возить ребёнка к репетитору. Пожалуйста, сами дома как-нибудь работайте вы, не работайте. Если у вас нет времени, это уже не проблемы, не школьные проблемы. Вот как-то так. Поэтому, вот такие вот дела. Я сегодня когда-нибудь сниму это бельё? Нет? Наверное, надо, да? Так вот. Думаю, поболтаю с вами. И, конечно, вот эта вот коряга, что тут стоит, смотрите, вся. Не советую никому покупать. Так себе. Насколько её хватит, настолько хватит. Вот, но она совершенно неустойчивая. Короче, тест не прошла. Не покупайте вот такую. Где мы её покупали? В светофоре. Ай, господи. А надо, надо обязательно, потому что некоторые вещи, ну, невозможно в сушилке сушить. Нужна вот такая вот вешенка. Пойду занесу, сейчас свернусь. Да. Так. 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 алиса с викторией на танцах они кстати ходят на танцы вот они просились уже долго но были каникулы и вот теперь они третий раз по моему сегодня да я их вожу на танцы у нас тут в поселке вот кан ходит у нас на блин смешанные единоборства что-то такое вот уже купили в перчатки и накладки на ноги потому что они там пинаются и руками и ногами кан ходит три раза в неделю сегодня у него тренировки нет но завтра в 11 у него будет опять тренировка ему очень нравится сказал тренер очень добрый вот раньше он вот на карате к сожалению не хотел ходить ему не нравилось и нравилось отношение какое-то вот к нему как-то вот видимо не вписался потом он же ходил на футбол тоже им не знаю сколько два-три раза был видимо тоже в коллектив не вписался вот теперь единоборство ходит и очень рад ему очень нравится надеюсь что это так останется хотя кан у нас общительный в принципе не должно было быть проблем но вот как-то получается так по разному бывает ну дай бог чтобы они ходили им нравилось это у нас в поселке и как бы мне далеко не надо ездить вот быстро отвез привез такие вот дела еще были такие пару комментариев пару вопросов из головы все повылетало ой по поводу то а ну часто было что ой ты постоянно ноешь вот лично для меня нытье это когда я в камеру правда плачу что все так плохо у нас все так плохо и вообще не знаю как плохо я же так не делаю я просто рассказываю что происходит в моей жизни вот и все а в моей жизни происходит происходит то что там родовой сертификат там не получила надо мне бороться что меня там обманулись машиной до что я не могу машину на учет поставить до сегодняшний день говорят там пиши заявление не заявление вы знаете была я в полиции и что мне сказали надо доказать что это была она а если доказательств никаких нет что будет ничего не будет не пойман не вор вот и все в итоге все это сойдет на нет а я тут бегала пыхтела как говорится и толку не было вот поэтому надо разбираться это будет как-то самим но когда это будет помимо этого у нас есть проблема о которых я рассказывать не хочу потому что это это знаю только наши родные и очень близкие люди вот а и это связано не с нами лично мы эти проблемы не создали они к нам пришли незваные гости эти проблемы вот приходится вот как-то справляться я уже об этом как-то говорила что может быть когда-нибудь когда все решится все все разрулим все порешаем потом я как-нибудь расскажу да еще я по-моему я говорила не говорила не помню да про свой телеграм-канал что когда будут невежливые комментарии которые меня оскорбляют или если я буду просить остановиться ну людей что бывает такое что по три дня одну и ту же тему задевает и жуют и жуют то когда-то один негатив на канале я пытаюсь всех успокоить и говорю все хватит уже давайте другую тему но если человек не слушает меня не прислушивается к моим просьбам я просто его удаляю потому что это чернит канал а я хочу чтобы было побольше позитива на телеграм-канале чтобы мы там все дружно вместе как говорится дружили так о детях и о том как их воспитывать и о том там помощь не помощь вы понимаете дети дети разные бывают и вот что вы сделали бы если ваш ребенок которого вы просите о помощи просто вам не помогает вот просто не делает того что вы от него ожидаете и требуете ответьте ответьте мне пожалуйста в комментарии в комментариях если вы с этим ребенком разговаривали если вы с ним как говорится и и и по-хорошему и по-плохому разговаривали если если это было уже даже какие-то манипуляции психологического характера ну типа того что там не знаю если не будет так то то будет так то да с каким то там давлением если это были уже слезы что пожалуйста помоги ну что почему ты не помогаешь там маме почему ты себя так ведешь например да и ничего и ничего не помогает и ты пытаешься как-то этого ребенка воспитать вот что бы вы сделали вот мне интересно потому что советчиков столько много все такие умные все такие воспитанные все такие правильные а вот нормальный совет дать не могут вот сделай так сделай это ну я что с дуба рухнула не делала ничего ой вот как то так вот мне вот и не надо говорить это все зависит от воспитания нет это не все зависит от воспитания зависит очень много от характера каждого человека у моей сестры трое детей первых два ребенка ну вот скажем мальчик Лео первый самый тихий самый спокойный и никогда не было никаких проблем Лиза она была тоже хорошей девочкой но у нее был подростковый возраст и у нее там было пару фокусов в подростковом возрасте но это все умялось и опять все хорошо стало а вот Филипп оторви и выкинь одна мама воспитывает всех одинаково а дети все разные зара как она сильно отличается от кана и я уверена в том что вот этот ребенок в животике до сих пор не знаю как ее назвать помогите я не знаю как назвать ребенка не знаю тоже она будет наверное совершенно другой это зависит много от человека вот от самого человека маленький человек большой человек юный старый все мы разные поэтому давайте жить дружно не оскорблять и меня не оскорблять и вообще вокруг никого не оскорблять каждый живет так как он может и мне кажется каждый живет так как он хочет насколько хватает его силы и старания ну наверное на этом я завершу ролик уже до конца тут развешу свою свои бодики не свои а бодики вот этой девочки которая в животике у меня находится вот и пойду на отдых я уже за сегодняшний день очень устала так что всем хорошего вечера увидимся завтра в следующем ролике люблю вас целую пока пока до скорых встреч живите дружно покажу покажу все